Здравствуйте! Приглашаем вас в киноисторию. Я Алексей Ютин. Многим знакомо выражение «огнем и мечом». Смысл его понятен – беспощадно бороться с врагом. Но у этой крылатой фразы большая история, и ее корни уходят в глубокую древность. Примечательно, что выражение «огнем и мечом» изначально понималось как «огнем и железом» и описывало некое медицинское правило. Что не исцеляет лекарства, то лечит железо. Что не лечит железо, то лечит огонь. Так, по крайней мере, считал легендарный Гиппократ. Но уже у римлян железо в этой фразе по своему смыслу превратилось в меч. Старый завет Гиппократа в медицинской борьбе против внутреннего врага болезни стал правилом тотального уничтожения внешних врагов на войне. В таком виде «ферро и никве» – так это звучит на латыни – вошло в современную историю. Война – это гигиена мира. Скальпель является для хирурга тем, чем должна быть война для государственного деятеля. Подобные заявления с медицинским подтекстом слышались неоднократно из уст политиков, историков и просто романтиков войны. Но вот встречное суждение врача, знаменитого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Война – это травматическая эпидемия. Иными словами, лечить надо саму войну и ее последствия. Думаю, вам уже стало понятно, что сегодня мы будем говорить о войне. А крылатая фраза «огнем и мечом» упомянута нами неспроста. Именно так называется знаменитый роман Генрика Сенкевича, а также экранизация этого романа, сделанная польским режиссером Ежи Гофманом. Этот фильм, вернее, две первых его серии, мы сегодня и посмотрим. «История огнем и мечом» в фильме конца 20 века по роману конца 19 века о войнах в Речи Посполитой середины 17 столетия. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова